Это программа Новый Казахстан. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях директор Центральной библиотечной системы имени Оралхана Бокея Хайбиба Акжигитова. И мы говорим о библиотеке будущего. Добро пожаловать к нам в студию. Наш телефон 5224-49. Вы можете дозвониться к нам, задать свои вопросы, а также прислать их на номер WhatsApp 737-235-1034. Еще раз, добро пожаловать к нам в студию. Почему библиотека будущего? Потому что, наверное, в нашем регионе ни одна библиотека настолько быстро и какими-то сумасшедшими темпами не развивается, как ваша, и не удивляет своих читателей новыми проектами. Практически все они связаны с цифровизацией, с онлайн-технологиями, с творчеством. Она как бы олицетворяет быстрый бег нашего времени и привлекает огромное количество молодежи. Вот это самый важный момент, которого, в принципе, все наши образовательные учреждения, культурные преследуют эту цель для привлечения молодежи, поколения, которое очень сложно сейчас чем-то удивить. Но у вас это получается. И вот как раз сегодня мы поговорим о том, какими способами вы привлекаете своих читателей, какие проекты вы им предлагаете, и как умело вписать региональный компонент и любовь к литературе в наши цифровые технологии, которые сегодня развиваются буквально семимильными шагами. Вот давайте начнем с того, какие вот в последнее время проекты, да, вот цифровые были открыты в библиотеке. Я хочу вначале остановиться в том, что есть программа «Цифровой Казахстан». Естественно, библиотеки не должны остаться вне этой программы. И, конечно, стратегическое как бы направление нашей библиотеки – это цифровизация, это научить наших горожан навыкам, цифровым навыкам. И начиная от детей и заканчивая пожилыми людьми, которые пользуются услугами ЕГОВ. Это уже сколько лет у нас это идет. Какие проекты? Проекты я хочу назвать это «Биар-студия» в первую очередь, потому что это новое. Затем у нас есть проект «АйТи АРУ», где мы обучаем девушек цифровым навыкам, цифровому дизайну. Есть центр, «АйТи-центр», называется он «Крутой айтишник». Он находится у нас в поселке Шигэс. Это для детей репатриантов, которые учатся в школе, там мы ведем на казахском языке. Затем я должна сказать, что мы ведем очень большую работу, уже три года, как работаем над электронной библиотекой «Быкий Кизет». Это все о Баралхане и Быкее, его творчестве о нем, все, что в каких-либо различных форматах. И это очень огромная библиотека, это труд наших коллег, которые ищут на разных языках по всему миру, так сказать, переведено. Это, в последнее время, это проект, в котором мы работаем с дефектологами. Мы здесь тоже хотим, как раз дефектологи университета, преподаватели, студенты, они работают с детьми с дефектами речи на казахском языке. Потому что это сегмент очень такой еще не исследованный, он требует развития действительно. И мы вместе с ними нашли спонсора, который предоставил нам сенсорный стол со всеми методическими материалами. И они используют уже не только, как казалось бы, бумажные или игры ручные, это тоже есть, а именно цифровые, и работают на этом сенсорном столе. Кроме того, есть проект мультстудия, это, я должна сказать, это для детей, когда дети, читая сказку или рассказ, могут создавать своих героев и делать мультфильмы. Это тоже приобщение начальных, так скажем, 7-8 лет до 12, которые тоже могут с этими технологиями работать. Но когда я говорю о виртуальной реальности, это сегодня то и будущее, что будет для любого производства в экономике страны, потому что это уже есть за рубежом. Поэтому мы сегодня должны уже знакомить нашу молодежь о том, что это можно применить и в учебном процессе, где обучают студентов или в школе. Это применяется. И вот в последнее время мы с этими работали с пожарной инспекцией, когда виртуальную реальность, как использовать тренажер при работе, например, как эвакуировать, как работать с пожарными всякими предметами и так далее. И здесь мы хотим еще такое, что виртуальная реальность создавать самим. Это уже готовый как бы мы работаем программ, а есть вещи, которые нужно создавать самим. И вот здесь есть старый город. Локацию эту делают ребята вместе с нашими читателями, кому интересно. Они должны читать вот ту литературу историческую о городе, о истории, архитектуре вплоть до того, что какая там, допустим, в здании рама или ворота, или там все. В общем, это они создают. Это тоже интересно, потому что это нужно. Ну, то есть, вот видите, да, это самое классное, да, что можно сделать в проекте, когда ты изучаешь, да, какой-то предмет не просто потому, что вот тебе надо прочитать книгу, а ты ее действительно досконально изучаешь, потому что тебе нужно ее, ну там, нарисовать, да, допустим, создать этот мир, и ты познаешь этот материал, и ты его впитываешь, и он останется у тебя в голове. Это как раз вот инструменты они для того, чтобы читали и делали. Да, это немного и исследовательские навыки, там, скажем, да. Вот интересный, очень интересный проект, это IT-ару, который финансирует нас фонд, Международный фонд Евразии. Дело в том, что прежде чем этот проект делать, я просто проанализировала, кто же у нас учится на факультетах информатики, в университете, в колледже, на будущих программистов. И, а до этого нам, вы, наверное, слышали, что очень много в зарубежных компаниях работают женщины, девушки, молодые, они работают менеджерами вот в этих компаниях. Я думаю, проанализируемые. И когда мы проанализировали, и мы поняли, что именно девушки казахской национальности очень мало, практически нет, можно сказать. Не вовлечены в эти технологии. Потому что, понимаете, у нас это заведено, так бы скажем, это воспитание, что девушки в семье, я вот сама даже знаю, что надо быть учительницей, врачом, бухгалтером. Или вообще домохозяйкой. Нет, ну это профессии, когда выбирают, то это женские профессии. А вот программист, или там, это для мужчин. Вот у нас такой стереотип есть. Поэтому мы сделали вот этот проект, и он называется поэтому АРУ, девушка. Значит, это из фольклора слово. И мы обучаем тут дизайну. Ну, дизайн цифровой, он нужен и в архитектуре. И дизайн, значит, одежды. А дизайн, ну, в разных отраслях, он везде, и он нужен. Поэтому мы выбрали, что интересно для девушек, это дизайн одежды. Ну, и как идут, охотно, активно? Ну, так мы уже почти 100 девушек у нас обучились. Мы и ставили план, что... И очень интересно было, что, когда они создавали современные какие-то эти свои творческие, так сказать, воображения в этой одежде. А сейчас они работают над историческими. Такую задачу мы им поставили. Воссоздать одежду казахских девушек, женщин 18-19 веков. То есть пойти в историю, и как они сделали. Это тоже интересно, потому что это изыскание, как бы, это, да. Теперь... Это, кстати, очень важный момент. Вот я бы хотела прям его особенно отметить. Потому что, когда ищешь информацию, допустим, да, о настоящем, да, о деянии девушки, допустим, вот, ну, например, в нашем регионе, да, очень сложно найти, вот, ну, необходимые источники, чтобы воссоздать, ну, в идеале, да, этот костюм, например, вот, в той или иной местности. Почему так одевали, да? С чем это было связано? Какие традиции? Очень... Ну, вот, может быть, она и есть информация, она разрозненная, ее тяжело найти, она на разных языках, да, где-то нужно перевести, где-то, то есть опираться, да, на какие-то не литературные, а именно исторические источники. И вот это все скомпилировать, это действительно очень важный исторический, ну, такой исследовательский момент, который нужен. Ну, здесь, вот, знаете, интересно то, что вот наши некоторые, так скажем, слушательницы, они знают, что какие-то элементы национальной одежды можно осовременить сегодня и внести... И привнести в современную моду, это здорово тоже. Очень интересный проект, я думаю, что мы его продолжим, даже потому что, хоть и закончился, как бы, период нашей отчетности, так скажем, да, но, тем не менее, он будет продолжаться, потому что есть это оборудование... Утребность есть, главное, да? Во-первых, есть программы, они должны работать на... дальше продолжать. И здесь можно уже, мы сейчас думаем, не только девушек, а мы будем обучать и ребят, и всех тех, кто хочет, ну, интересно кому. Потому что, действительно, потребность в этом есть. Теперь, вот, мне очень хотелось бы остановиться вот на... очень коротко, но хотелось бы сказать именно о IT-центре, который мы делаем с Шагыси в поселке. Почему? Потому что это поселок, он пригородный наш, к городу относится, но, тем не менее, там в основном живут семьи вот наших антостаров, и они, конечно, детям, они до обеда учатся, потом после обеда приехать в город, оплатить, пойти в какой-то частный, значит, центр, это очень... Проблематично. Да, сложновато. И мы так подумали, что, значит, до обеда они в школе, а после обеда они могут быть у нас в библиотеке, филиале. Поэтому там мы ее оснастили очень многими, там, и 3D-принтер, и робототехника, и у нас там и сенсорная доска, где они могут киноуроки проводить, или же будут какие-то фильмы смотреть. То есть это все по, так скажем, что необходимо вот для этого центра, да. И как ребята реагируют? Насколько активно они туда идут? Нет, вы не представляете, там, мы уже вторую неделю как-то там работаем, немножко у нас были задержки, потому что там школа занимала комнату у нас, мы в старой школе находимся. Поэтому немножко были задержки, но сейчас вот нам освободили эти комнаты, и интерес очень большой, потому что... Не хватает детям этого, да? В школе они, это, 45 минут. А здесь хочется больше, это же интересно. Здесь они проводят очень много, и вот это вот бумаги, что они вот моделируют, потом это делают фигуры. Это вообще для девочек, там, это, скажем, такой интерес был, а мальчики вот с этими робототехникой, 3D-принтером, они сделали много всяких там этих сувениров. И это им интересно, и я считаю, что сегодня для детей и молодежи это технологии, чтобы они получили какие-то вот навыки и адаптировались этой цифровой, ну, как бы, будущей цифровой экономики. И я считаю, что библиотека, это центр, еще раз хочу сказать, знаний, чтения и интеллектуального досуга. Поэтому мы направление своих проектов берем вот на это. И это мы будем, думаю, что любое наше это будет продолжаться, даже вот эти курсы казахского языка разговорного клуба, то же самое. Это очень здорово, что вы их открыли. Вот мы как раз плавно перешли к следующему вопросу о том, что же все-таки действительно привлекает сегодня молодежь, и почему мы делаем акцент на молодежи. Ведь действительно мы говорим о том, что сейчас как бы, ну, такой эпоха практики, да, эпоха вот каких-то цифровых проектов, которые не просто развлекательные, они привлекают внимание, и они же и обучают. То есть, почему мы сегодня говорим о том, что педагог становится другим совершенно, да, что его направление деятельности меняется, да, вот в сфере образования. Мы говорим о том, что компьютерные технологии применяются, ну, естественно, в медицине, да, там всегда это было. Почему мы при этом забываем о библиотеках, да, ведь это одни из важнейших центров знаний, да, которые сегодня должны быть во главе вообще, ну, вот сферы, да, образовательной по факту. Ведь это не просто дополнительное образование, это то, куда все студенты всегда ходили за какой-то дополнительной информацией, куда ходили всегда школьники, да, и вот вместо того, чтобы просто взять книгу и просто в тишине ее прочитать, конечно, от этого тоже нельзя отказываться полностью. То есть, ну, тем не менее, чтобы этого ребенка, да, или студента заинтересовать, нужно показать ему, как эта книга может выглядеть, например, в варианте виртуальной реальности, например, да, или может быть, чтобы он хорошо усвоил эту книгу, он сможет нарисовать ее виртуальной реальности, представить ее героев и так далее. То есть великое множество возможностей для того, чтобы усвоить этот материал, и самое главное, не потому что надо, а потому что хочется. Ну, вы знаете, сейчас уже все население у нас, я не знаю, какого, кто бы не сидел бы с сотовым телефоном, и кто бы не обращался в Google, я не знаю, за поисками информации, да, и все социальные сети мы осваиваем все это. Тем не менее, наша задача, не только вот сейчас вот то, что я сказала, да, цифровые технологии-то там, но тем не менее, мы должны все-таки еще и, скажем, воспитывать, вот, участвовать в воспитании детей, это как человека, человека с чувствами эмоций, сострадания, доброты, уважения и так далее. Поэтому у нас есть программы, которые вот именно на это, это вот сейчас очень интересно для, я особенно для мальчиков, вот я говорю всегда, это привлекает, это когда ты, программа называется Ататык, это родословный поиск. Да, вот это очень интересный проект. Поиск своих, вот, родословный на семь поколений казах, а каждый казах должен знать. Да. И поэтому есть вся литература, и люди, когда находят, молодые особенно, люди, ребята, когда они в восторге, что вот он нашел. Поэтому в школах мы об этом тоже говорим, и чтобы нас эта литература помогает найти. Если ты знаешь сегодня имя дедушки, прадедушки, дальше ты не знаешь, ты можешь это найти. Это раз. Вот это очень интересный проект вообще. Потом я считаю, что для маленьких детей мы ведем летние чтения на приз Акима города. Это вот в этом году впервые, действительно, очень много детей участвовало. Они создавали все это тоже на основе своих технологий, и они читали какие-то книги и делали свои презентации, или они делали, даже есть девочка, которая сделала мультфильм, вот, поэтому, значит, мы такое, так скажем, это направление развиваем. И если, я хочу еще отметить одну программу, которая помогает вот в этом воспитании детей, это программа, которая называется «Родители самые лучшие и первые учителя воспитания детей». И мы сюда приглашаем ученых, мы предлагаем литературу в помощь родителям. Наши специалисты бывают в школах, где мы говорим о том, что действительно, когда ребенок рождается, и это, скажем, до детского сада, и даже в период, когда ты садик отводишь, но там не говорить, что детский сад или школа, там все это скинулось, так бы, нет. Это самое главное, что вот именно лучшими учителями... То есть это своеобразная школа для родителей, да? Да, самые лучшие учителя – это родители. Поэтому мы нацеливаем, что вы не должны надеяться только на учебные заведения, а чтобы личность воспитать, вот, да, чтобы он был творческий, это самое. И в этом помогаем, мы должны помочь. И такие мероприятия мы делаем и работаем с родителями. Эта программа, она и в онлайновом, когда мы лекции предлагаем. Вот недавно даже эту лекцию, например, по теме Мэдэссори, запросила Шимонайхинская школа специальная, она предлагает, можно говорить, использовать наши материалы, пожалуйста. Вот, кстати, как часто вы делитесь опытом? Потому что, ну, действительно, у вас какие-то такие передовые проекты, которые хотелось бы, наверное, вашим коллегам видеть и в своих тоже филиалах где-то, и в других городах. Мы, я вот хотела сказать о том, что мы, я всегда смотрю на то, чтобы, я коллегам тоже, мы смотрим, что, так сказать, за окном, что нужно сегодняшнему обществу, в чем он нуждается, можем ли мы в этом помочь. И вот в таком этом, и просто буквально несколько встреч в нашем областном управлении образования мне сподвигло на то, что учителя нуждаются очень многие в таком профессиональном, значит, информации, опыте, работы, да, и вообще применение новых технологий, пусть это будет литература, там, и гуманитарный, но это должно быть на стыке вот новых технологий. Любой предмет на стыке вот технологий, потому что другого. Можно через игру, можно это геймофикация, да, можно через фильмы или так далее. То есть, и когда я так подумала, что почему это, вот мало мы даем учителям, информация такая, я поняла, что очень у нас, скажем, бедны в этом информации, в информационном ресурсе наши школьные библиотеки. То есть школьные библиотеки, их необходимо сейчас какой-то импульс дать. И поэтому мы несколько семинаров провели для библиотекарей школ в этом году, и мы с департаментом образования областным, мы запланировали, что серии таких семинаров, и просто практически работать с этими библиотекарями, это вот районы будут они у нас, начнем вот ближайших, Уландский, там, Глубоковский и так далее районы, и у нас это в перспективе, в плане есть, потому что школьная библиотека, это центр, информационный такой ресурсный центр для учителей, для учащихся, для родителей, и он должен стать вот таким полноценным и помогать. Вот все же, скажем, знание на основе информации, правильно? На основе каких-то навыков получения. Поэтому вот когда-то мы начинали, я сама просто помню, 1997 год, впервые в библиотеке Пушкина работая, мы подключились к интернету. Это просто такая история, да? И мы не могли, тогда не было оптоволокна или там, мы делали через телефон, и все время было занято дневные, мы оставались ночью и могли подсоединиться, когда меньше, скажем, нагрузки на связь, и мы находили там очень много интересных информаций. Для нас было открытие, что в ресурсе интернета есть и вот много всего интересного. Поэтому здесь тоже вот, скажем, применение цифровых технологий, мне кажется, тоже начало сейчас бы, и мы должны в этом помочь специалистам вот в области образования и своих библиотекарей коллег. И потом, когда я была на стажировке в 2000 году в Соединенных Штатах Америки, в библиотеке, этому месяц были на обучении, я видела прекрасные библиотеки, и я там поняла, что нужно знать, в чем нуждается общество. Вот потребность общества проанализировать. И я там впервые увидела, что они, иммигранты, не только местные, а иммигрантов учат тому, что не надо ходить в мэрию, а надо прийти в библиотеку и получить информацию, где находится ближайший детский сад, ближайшая школа. То есть учили людей искать информацию самим. Да, не только в этом. И что он там может учить, английский язык осваивать более так, да. Что он может сесть за компьютером там. И вот это вот, как бы опыт зарубежных коллег позволяет очень многому научиться и применить у себя. Конечно, учитывая вот менталитет, наши возможности. Но все наши проекты, я должна заметить, что и там я увидела опыт европейских библиотек, сингапурских, корейских, каких только библиотек, за свою жизнь я посетила. Я везде видела, что библиотекарь открытый и творческий, любознательный, но в то же время они всегда ищут, не надеются сидеть, вот я особенно школьным библиотекарям всегда говорю, ждать, что вот когда там руководство принесет, поставит, а ты должен искать. Это, маркетинг же в любом деле есть. Да. Вот, и в этом библиотеке, что мы всегда в поисках, что какой спонсор, какой фонд нас может профинансировать. Ну вот развитие любой отрасли всегда зависит от людей, которые влюблены в свое дело, от энтузиастов, которым не все равно, и которые хотят, и делают, и развиваются. И, конечно, когда тебе нравится твое дело, вокруг тебя собирается коллектив, который точно так же, да, зажигается эта идея, и вот в результате рождаются вот такие вот замечательные проекты, которые действительно вот, ну, действительно можно же сказать, да, что у вас просто в разы стало больше посетителей, да, когда были запущены вот эти вот различные проекты, и люди уже по-другому воспринимают библиотеку. Это ведь и каворкинг-центр, это и какое-то развлекательное, да, для каких-то, допустим, ребят место, да, где они познают информацию, и играют, и так далее, да. Мы еще не сказали о том, что есть замечательные проекты по конструированию 3D-моделей одежды, да, отдельные, да, еще вот мы даже сюжет делали на эту тему, и туда как раз приходит молодежь, да, которая потом, возможно, себя проявит где-то, может быть, в дизайне, да, или в рисовании, или где-то еще там в архитектуре, да, и так далее. То есть то, что вот молодые люди бы сидели дома и не знали, как, ну, начать, да, с этим работать для того, чтобы, ну, как-то подготовиться, да, к этой профессии, о которой они мечтают, они могут здесь у вас, да, вместе с наставником заняться этим, и замечательным образом уже как-то освоить эту сферу, чтобы потом быть подготовленными к ней. Ну, вот все это действительно, ну, вот какая-то компиляция опыта, да, вот, который вы берете от разных библиотек мира. Вот что еще у вас впереди в планах? И, конечно, про самого Ролхана Букея планируется ли что-то? У нас очень красивый литературный зал, который тоже был с помощью спонсора открыт, и вся литература, я уже говорила, что она есть и в печатном виде, и в электронном. Это единственная, я вот считаю, что полноценная такая библиотека, которая посвящена казахскому писателю, и которая доступна любому, кто имеет интернет. Поэтому мы открыли там же у нас же библиотеки, это же галерея фотографий, ой, картин на... фотографии на картины художников Баки Урманча, который, как, иллюстрировал все произведения практически в Ролхана Букея. И наш Булат Истинный, наш местный художник, это тоже интересно. И вот этот литературный зал, он является как бы местом для молодых творческих людей, когда ребята могут в этом собраться, собираться. и поэты, журналисты молодые. И они это, мы это... Во-первых, эта библиотека, это бесплатный центр. Не нужно здесь тебе платить, пришел, пожалуйста, ты можешь заниматься и так. Кроме того, что мы делаем же об Ролхане вот в этом году, вот в прошедшем 2022 году прошел конкурс на АУ Хи Кай Алар, это рассказы, так же, как вот Урлхан Букея писал, молодые наши писатели, как бы это... Даже там ученики принимали участие в этом конкурсе. Были из Атарау, ну, со всего Казахстана, из Астаны. И проходил вот этот конкурс в течение года, и на день его рождения мы выбрали вместе с Союзом писателей Восточного Казахстана наших и выбрали самые лучшие, и сейчас они опубликованы вот в этой библиотеке Букея Кизе. Это интересно, потому что это тоже способствует творческому развитию. И у Ролхана Букея в этом году юбилей, и мы уже начали с 4 января свои мероприятия, которые онлайн, на наших страничках. И в этом году тоже будет такой же творческий конкурс. Помимо этого будет проходить юбилейный фестиваль литературный, где мы будем принимать участие. И поэтому вот этот литературный зал и библиотека Букея Кизет, я считаю, что это очень, так скажем, интересный, и он будет развиваться дальше. И это пример, что любая библиотека, которая носит имя выдающихся людей Казахстана, что так же можно делать и сделать его творчеством, достоянием всего мира, страны и так далее. Чтобы это было так вот. Поэтому очень большая будет творческая работа в этом году по юбилею Ролхана Букея. Я должна отметить еще и среди детей. Мы будем проводить конкурс, конкурс сейчас объявлен. Это 175 лет Марата Хабамбаева. Это, знаете, единственный казахский писатель для детей, и у него очень интересные рассказы для детей. И они переведены на очень многие языки мира, и очень много это на русском языке. И коль у нас в этом году президент говорит о том, что русский язык, вот как раз и здесь мы можем его творчестве на примере показать, когда дети будут делать это и на русском языке, на казахском языке. И Марат Хабамбаев, это вы знаете, почему я говорю очень, а хочу остановиться на этом, потому что есть международный совет по детскому чтению, и в этом ABE, это аббревиатура этого совета, где впервые из Казахстана был почетный член, так скажем, попал в почетный список имени Андерсона, это Марат Хабамбаев. Там сейчас есть и другие входят, но он был первый. И этот совет он отбирает по всему миру, это входит в около 200 стран, и список очень большой. Детских писателей. Детских писателей, и они это рекламируют на весь мир, что нужно читать казахского, русского, португальского, я не знаю, каких только нет писателей, и этот почетный список вот попал, первым был Марат Хабамбаев. И мы в этом году надеемся, что мы его сделаем интересным, и возможно дети заинтересуются, так скажем, в любом случае, потому что если они будут создавать свой фильм или там мультфильм, то они будут читать Марата Хабамбаева, и специальный приз будет, и как бы свой кубок, так же, как у Ралхана, мы ежегодно выдаем. Поэтому вот по таким творческим, так скажем, проектам тоже мы занимаемся. Но вот что касается допустим обмена опытом с коллегами, у вас проводятся какие-то вот не онлайн, а ну вот прям специальные семинары, может быть, в республиканах. Ну вот я говорила со школьными. В этом году мы планируем провести такой республиканский семинар, где мы будем делиться вот именно своими новыми проектами. Цель этого семинара будет такой, что библиотеки могут давать скажем навыки грамотности 21 века. Это вот то, что мы говорили. Цифровые навыки, навыки исследовательские и так далее. Просто могут коллеги думать, что да, мы делали исследовательские эти там, но это новое, когда они делают эти исследовательские проекты, на основе технологий. То есть они это делают в формате цифровом. Это я видела на опыте, то, что мы говорим, опыт других в Сингапуре, когда детки все время у них технологии. И они читают, и они анализируют, но это подают в цифровом виде. этому надо навыки учить. Поэтому библиотеки, конечно, это особое место для всех категорий населения. Я сейчас рассказывала и проекты, для каких. К нам же приходят и до сих пор сейчас пожилые люди, когда они своими гаджетами не могут работать, или там, как найти, взять справку. это же тоже стало, что не надо ходить куда-то там, а можно это делать в библиотеке. Потом впервые у нас есть своя ассоциация библиотекарь Восточного Казахстана, под эгидой чего мы проводим семинары. И мы же были первыми в 2015 году из Казахстана в Колумбусе в городе в этом штате в Америке, когда 210 стран из 210 стран библиотекари собрались. Мы ежегодно у нас проводятся такие международные конференции, когда страны, библиотекари из разных стран делятся своими передовыми опытом. Проектами разного. И мы там предоставили проект ассоциация библиотекари. Помните, я не знаю, но был такой проект, когда мы делали в 32 наших сельских библиотеках финансируемый, этот проект был финансирован ПРООНом, и мы открыли первые онлайн центры, и там было село Кайнар, это общая у нас Симпалатинская администрация относилась в Симпалатинск. И мы там открыли вот такой центр, когда первые ноутбуки появились, интернет подключен, или же в Зайсане было такое, и когда врач, фельдшер этого поселка Кайнар приходил в библиотеку, и ему подключали интернет, учили, и чтобы больных поставить на, как сказать, на очередь, на операцию. Здесь на помощь пришла библиотека. Но об этом говорить можно еще очень много, потому что у вас великое множество проектов, но, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Спасибо вам огромное за очень интересную беседу, спасибо, что были с нами, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова